Всем привет! Вы на канале Дети Звезд. Известность к Мэрилин Кэро пришла после участия в битве экстрасенсов – популярном телевизионном шоу. Девушке не удалось победить в программе, но несмотря на это, съемки на ТВ позволили ей достигнуть того, к чему она стремилась – всеобщей славы и высоких, а главное – стабильных заработков. Сейчас ведьме из Эстонии – 32. В школьные годы девочка была хорошей ученицей, однако близких друзей и подруг не имела. Уже тогда у Мэрилин был необыкновенный проницательный взгляд, из-за которого ее сторонились не только сверстники, но и взрослые. Получить высшее образование, поступив в вуз, у девушки не получилось, поскольку семья испытывала финансовые трудности. По окончании школы Мэрилин устроилась работать продавцом. Позже, проживая в Таллине, решила построить модельную карьеру. Этому занятию девушка посвятила 6 лет, но потом случайно обнаружила старинную книгу, оставшуюся от прабабушки. Оказалось, что прабабушка тоже обладала колдовской силой. В найденной тетради были описаны ее многочисленные магические секреты. Девушка всегда испытывала необъяснимую тягу к магии, ощущала свою причастность к этой таинственной науке. Она предвидела смерть домашних животных, не раз встречалась с духами, с которыми общалась посредством спиритических сеансов. Магические таланты передаются по женской линии. У каждой женщины семьи Кэрро такие способности имеются, но развиты они в разной степени. У кого-то слабо, у кого-то хорошо. Не каждая женщина желает связывать свою жизнь с магией, поэтому не все из них развивают магические способности, предпочитая жить обыкновенной жизнью. Впервые Мэрилин пригласили для участия в программе в 2013 году. Это был 14-й сезон шоу. Тогда она стала серебряным призером, заняв второе место. После демонстрации по ТВ своих экстрасенсорных способностей, девушка выпустила книгу под названием «Отражение судьбы». В 16-м сезоне программы, спустя два года, Мэрилин снова приняла участие в съемках. К этому времени она уже разговаривала по-русски. Борьба была ожесточенной, но девушка опять оказалась на втором месте. Мэрилин участвовала и в 17-м сезоне шоу. Это была третья попытка победить, но она снова заняла второе место. На этом девушка закончила свое участие в программе. Вплотную занялась частной практикой, проводила семинары, ввела приемы граждан. Попутно развивала свой бизнес. В Таллине и в Москве у Мэри свои магазины с магическими товарами. Первой любовью девушки стал Александр Шепс, тоже участник экстрасенсорного шоу. Однако пара рассталась. Шепс не был готов к созданию семьи и рождению детей, о чем мечтала Мэри. После расставания с первой любовью, Мэрилин удалось найти свою настоящую судьбу. Ей оказался Марк Хансен, простой парень из Норвегии. С Марком девушка создала семью, на данный момент у пары двое детей погодок. Годовалая дочь с красивым двойным именем Селин Мэри и трехлетний сын Кайус Вильям. Сейчас супруги проживают отдельно. Возможно, Марку не под силу выдержать мощную энергетику жены. Наверняка такое положение временно, поскольку супруги разъехались из-за мелких бытовых разногласий. Да и дети еще слишком маленькие. Привлекательная ведьма из Эстонии уверена, что ее счастье заключается не в деньгах и не в популярности, а в собственных детях. А как вам кажется, кто из малышей больше похож на маму? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!